Добро пожаловать в то, любители хороших фильмов, Лайкфильм ДБ. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на битву за Севастополь 2015 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Азорий здесь тихие, 2015 года. Май 1942 года, в самый разгар Великой Отечественной войны, вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда фашисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС, сверхлюди, а против них старшина Васков и пять девчонок-зенитщиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и его хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую диверсию, и какой ценой? Снайпер, 2014 года. Экранизация мемуаров морского котика из Техаса, Криса Кайла, который служил снайпером в Ираке и стал рекордсменом по числу убитых солдат противника, за что иракцы прозвали его дьяволом. Кроме самой войны, фильм рассказывает о вспоминаниях жены Криса, которая была свидетелем растущей привязанности мужа к его сослуживцам. Сталинград, 2013 года. 1942 год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат, они находят в доме его последнюю жительницу, 19-летнюю Катю. Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий офицер Канн. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества разворачивается история любви и драматического противостояния характеров. Брестская крепость 2010 года Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков. 22 июня 1941 года с документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны. Фильм рассказывает о главных трех очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимов Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым. Перл-Харбор, 2001 года Это история двух друзей, летчиков. Их судьбы переплавились в топке Второй мировой войны. Их чувства были опалены языками великой страсти. Огонь стал для них вторым домом. Мир рушится. Прошлое скрылось в сумерках пожарищ. И теперь за будущее должен был бороться каждый, на земле и на небе, в дружбе и вражде. Врагу ворот, 2000 года 1942 год Разгар Сталинградской битвы Немецкое командование отправляет на передовую своего лучшего стрелка, майора Кеннига, с особым заданием. Этот опытный и терпеливый профессионал единственный, кто может попытаться справиться с русским ангелом смерти, неуловимым снайпером Василием Зайцевым. Зайцев – легенда и икона для защитников Сталинграда. Каждый день он выносит смертный приговор десяткам захватчиков, попавших в перекрестки его прицела. Между двумя уникальными снайперами начинается смертельная схватка, победителем из которой будет суждено выйти лишь одному. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!